я выключаю телевизор как в той песне с чего я начинаю с того что я беру тонкую кисточку и какой-нибудь светлый цвет у меня это будет охра пусть и как я уже сказала мы будем рисовать ягоды но не просто ягоды какой-нибудь лукошка поэтому что вот я делаю но смотрите как можно про просто до нарисовать какой-нибудь неровный прямоугольник трапецию из нее уже будем вырисовывать лукошка здесь тоже желательно чтобы это было все симметрично вот небольшой такой овальчик кусочек дуги и здесь кусочек дуги это я пока намечаю причем обратите внимание у меня неровно и это совершенно ничего страшного у меня еще и жидкая краска растекается тоже ничего страшного и вот так смотрите сколько отступила примерно столько же отступает тут вот она будет нашего кошка наша основная ну как центр композиции теперь что я делаю я беру белый цвет он у меня не очень-то и белый но ничего страшного и про смешиваю с голубым а здесь внизу пусть будет немножко коричневого можно даже снизу пусть посинее будет немножко так будет поинтереснее цвет смотреться наша картинка верху посветлее главное чтобы я не оставлял никаких вот таких белых зазоров белых промежутков чтобы весь полный фон был закрашен у меня убираю эту кисточку толстую беру тонкую круглую кисточку не тонкую не самую тонкую среднюю и опять вот я хочу повторить пока не ушло вот про просвечивает сквозь краску когда краска высохнет видно уже не будет корзинку ручку от корзинки смотрите что я делаю я закрашиваю все это всю корзинку охрой пусть сохнет мы потом наведем деталек а сейчас я беру красный цвет и начинаю рисовать ягодки они могут немножко расплываться это ничего страшного тоже обратите внимание я вот одним цветом рисую сейчас беру чуть потемнее ягодку с коричневым красным смешиваю и вот здесь чуть потемнее кое-где добавляю здесь важно чтобы она подсохла кстати что подсохла можно взять и салфеточка промокнуть как вариант так будет быстрее лишнего вытереть там где-то коричневая красочка прорисовываю отдельные ягодки более густой более насыщенной краской смотрите я вот тут еще делаю ягодки прессую здесь очень важно прорисовать у ягодки более округлые края видите я тут наметила и сейчас немножко их скругляю выравниваю чтобы была форма именно ягодки вот как треугольничек да вот у меня ягодка есть предположение какую ягоду мы рисуем теперь вот такую светлую немножко светлую розовую пусть тут тоже будет розовая теперь я промываю кисточку беру белый цвет у меня получается розовая кисточка до сих пор розовый сейчас и промывает тщательно кисточку беру белый цвет смотрите что я делаю раз два три четыре пять раз два три четыре пять можно это делать более тонкой кисточкой раз два три прям вот как в детстве рисовали пяти лепестковые цветочки вот тоже самое так теперь мне хочется добавить желтинки и знаете даже можно прям густой желтый цвет взять и здесь серединку нарисовать можно подождать когда подсохнет зависимости от густоты краски получится будет видна серединка или нет здесь слишком мокрый серединка желто не очень видно я беру желтой и чуть-чуть зеленого смешиваю чтобы у меня такой нежно салатовый цвет получился так и что я делаю я еще рисую знаете вот больше белого чтобы совсем нежный можно вот тут вот такой вот светло-зеленую ягодку сделать ягодку белого еще побольше то есть она вроде бы и белая но и не белая на зеленоватым оттенком я сейчас пока намечаю только местоположение потом будем прорисовывать еще детальки пусть будет и вот тут ну и можно брать тонкую кисточку и прорисовывать детальки совсем тонкую кисточку и начинаем рисовать я беру светло-зеленый смешиваю с коричневым можно с охрой смешать много воды оставляем на салфетке оставляю слишком много воды на кисточке сейчас мы ее вытрем возьму другую тонкую кисточку и вот смотрите а так немножко добавляю потихоньку добавляя зелени потом я еще буду и корзинкой заниматься сейчас я немножко форму придаю и деталек чтобы было понятно о чем речь беру яркую зеленую краску и вот такие вот листочки не листочки а ягоды к хвостики видите опять воды много брала взяла на сегодня водную процедуру наверное потому что я после прямого эфира собираюсь бассейн слишком много воды видите раз два три прям вот четыре таких вот хвостика можно вот тут прям зелени добавить с темной зелени так дальше еще пусть у нас будет тут толстого очень получается я об тарелку заостряю кончик оба палитру заостряю кончик кисточки чтобы он был тоненьким и делаю листочки вот посмотрите такие листочки это у нас клубника у нее 33 листочка из одного края края из одного центра растут и я другой тоненькой кисточкой вот такие зубчики делают у листочка потому что у клубнички листочки неровные крыло кончики листочков и здесь также добавляю листочков у клубнички по два по три листочка идут то есть обычно они по три но раскрыты бывают что только два два листочка один какой-нибудь там либо подвернут либо он не до конца раскрыт поэтому рисуем именно вот в таком порядке и вот про жил очки скоро у нас совсем скоро клубника своя пойдет то есть пока еще привозная мы готовимся уже к своей клубнички поэтому давайте ее нарисуем вот здесь клубничку зелень можно яркую добавить так я темным зеленым обвожу краешки листочка чтобы был виден силуэт что это листок клубники а теперь как мы подчеркнем что это именно клубника не не малина не что-то другое с помощью темного и белого цвета что мы делаем мы берем светло-коричневый серо-коричневый цвет и делаем несколько точек на клубнички не везде не на каждой ягодке но тем не менее наша клубничка чем отличается семечками и теперь я беру и макая в белую краску поверх темных точек и еще делаем точечки и получается тем самым как будто бы семечки углублены в так часто другую кисточку возьму семечки углублены в ямку то есть мы сначала сделали темные темные точечки сейчас мы делаем светлые точки поверх знаете такой медитативно вообще процесс очень интересно у меня на ю тубе есть видео где я рисую вот прям одну большую клубнику целиком и там прямо подробно расписываю как я ее расписываю можете найти посмотреть и порисовать так там там причина те еще тоже такой важный момент но у меня даже не клубничка земляничка получается по размерам тоже вариант тоже можно у клубники она же я ягодка глянцевая значит нужно добавить блеска я вот сейчас беру водичку с белой краской смешиваю то есть такая жидкая краска получается и белесый я бы даже сказала водичкой поверх добавляя кое-где блеска он высохнет вот это вот водичка она высохнет и получится как раз таки с светлая часть бай бочка глянцевые и можно когда высохнет вот эти глянцевые бочка можно будет еще белых точек добавить будет еще интереснее объем получится клубничка такая вот треугольная ягодка поэтому обратите внимание на форму какой вы рисуете у ягодки можно подчеркнуть прописать а здесь обратите внимание вот светло-зеленая ягодка я ее что делаю я водичкой добавляю контур водичкой опять таки но много воды точно сегодня у меня водные процедуры значит удадутся случаться хорошими знаете почему клубника выглядит очень аппетитный потому что здесь используется контраст двух цветов зеленый красный самый яркий самый привлекающий контраст есть конечно контраст желтый черный тоже очень такой визуально рвущий глаз но вот этот самый такой насыщенный потому что красный это цвет энергии и так сейчас мы с вами с корзинкой поколдуем я беру охру и вот прям отдельные какие-то штрихи во-первых беру охру с коричневым цветом смешиваю чтобы потемнее цвет был и тоже можно даже вот прям сделать как у нас переплетение сейчас я вам покажу рядами такие переплетения идут оставляем небольшой зазорчик вот она корзиночка наша здесь я как точечками натыкиваю она получается как рельеф картинка уже более рельефная добавляю еще коричневого чтобы у нас внизу было более темный цвет обычно в самом низу ну по правилам светотени и вот здесь давайте прорисуем так охру еще добавлю здесь будет вверху ручка с более светлая видите такие точечки вот она наша корзинка и помним да что она у нас где то здесь прям поверх нашей зелени нашей красоты пускаем ничего страшного в этом нет вот она уходит сюда смотрим что еще вот я немножко отошла посмотреть я хочу знаете побольше ягод добавить у нас прям действительно земляничная лукошка получается не клубничная а земляничная ничего страшного делаем вид что это было задумано зато все экспромтом можно еще добавить сверху ряд ягодок вот видите это ягодка розовая потерялась мы ее найдем можно сейчас еще больше цветочков добавить на телефоне к сожалению не так видно но это вот ярче картинка телефон более темноту добавляет вообще сама картинка гораздо ярче давайте еще вот белого добавим цветочков кто нам мешает никто вообще интересно будет нарисовать саму сам кусти клубники в более приближенном виде потому что там столько интересных тонких нюансов прекрасных если вам это интересно то напишите в директ я просто проведу как-нибудь прямой эфир и порисуем эту клубничку очень хорошо смотрится клубничка в кухне потому что это вот ну кухонный натюрморт кухонные досочки разделочные в русском стиле опять же это праздничная нарядно за счет того что красное и зеленое что-то я много белого взяла так вот такая у нас картинка но это еще не все мы давайте дать что делаем мы сделаем белые салфеточку положим вот такую вот прям какими-то полусухими движениями полусухой кисточкой точнее она сразу видно что это у нас вот какое-то кружево такая тонкая салфеточка не будет большая легкость единственное что вот здесь я белый сохрой смешаю немножко внизу где свет тень добавить все таки даже чуть-чуть розового добавлю что у нас лежит эта ягодка и с помощью белого сейчас еще да а давайте я возьму тонкую кисточку и прорисую какие-то отдельные линии которые покажут что это у нас кружево ну или кружево как вот ажурная какая-то салфеточка прям вот так какие-нибудь можно конечно заморочиться и прорисовывать все вот сидеть вот такие вот края так вот натыкивать так тоже можно видите как я делаю и тогда будут такие махристые края которые бывают у кружев здесь такая вот более густая краска белая должна быть чтобы рельеф был показан что это действительно кружево ручной работы мы же его руками нарисовали так теперь я смотрю что мне хочется я от вижу немножко неровная ручка но ничего страшного сделаю что так было было задумано как всегда делаем что так вот так было задумано очень хорошо хорошая выручалка и наш критик внутренний который может возмущаться что это ты там нарисовала мы всегда можем сказать что так было задумано он тогда успокоится так хочется желтого добавить желтых серединок в цветок цветочки пусть серединки подсохнут но почему-то охра в желтой краске оказалось но ничего же живопись не будет так думаю что еще еще зелени хочется добавить зелень это у меня смешана желтым цветом поэтому такой вот нежный салатовый оттенок получается очень интересно очень приятный радостный но вот здесь вот я уже добавляю темной зелени чтобы был контраст давайте еще вот сейчас листочек с травкой листочек верни добавлю и вот здесь зеленую ягодку нас у клубники на самом деле ягоды не зеленые они белые но они при этом я бы сказала прозрачно прозрачно белые прозрачно не знаю вот именно белый желтый и зеленый вот вот такого цвета они высохнет эта ягодка можно быть ее или вот я сейчас впитаю воду лишнюю и форму придам и у белой ягодки тоже надо прорисовать тонкие точечки зернышки давайте я сейчас прорисую вот тут у нас вот она даже если не очень видно только намек на то что там какая-то веточка уже есть объем уже интереснее смотрится если прорисовать как вот один листочек побольше оттенков вот видите я даю семечки делаю причем обратите внимание я черный цвет не использую он будет здесь слишком жесткий я бы сказала коричневый цвет здесь можно прям прорисовать обвести ягодку и снова обвожу ягодку медитативный процесс мы можем улучшать до бесконечности рисовать зернышки темные рисовать светлые семечки сейчас я еще семечек подрисую можно даже не белым а вот если ягодки чуть подальше то мы делаем розовым цветом ягодки потому что белый цвет он всегда идет вперед вырывается но это закон композиции до самая светлая впереди самая яркая на контрасте а там у нас все-таки уже несколько в тени ягодки спрятаны поэтому я чуть-чуть добавила коричневого цвета белый с коричневым у меня на кисточке здесь глубине потом можно не везде прорисовывать но вот самые которые впереди ягодки тут конечно же надо прорисовать эти семечки вот вот так вот это вот это вот ягодка она в самом низу будет я и белый не буду семечки прорисовывать потому что она немножко как в тени получается но для этого смотрите еще раз нужно тоненькая кисточка либо взять лист бумаги побольше у меня в телефон не помещается и прорисовать более крупные ягодки тогда вам будет проще вот у меня зеленая краска я поверх прорисовываю более темным зеленым цветом и тогда получается объем то есть внизу вроде как светлая плюс объемная плюс зеленая темная и получается так объемная ягодка объем зелени вот здесь тоже сделаю можно здесь даже немножко коричневого добавить можно здесь даже немножко коричневого добавить а вот здесь воды не хватает прям пусть будет как будто несколько веточек с ягодками с листиками и темно-коричневой красочкой но обычно коричневой я делаю такие вот небольшие точки как бы сделать так чтобы вы их увидели если вам их не видно знаете они тут есть это я серединке цветочков от видите воды добавила чтобы ярче было сразу побежала куда-то там несколько таких точек чтобы серединка была ярче контрастнее и привлекало внимание что да это цветочек он у нас есть тут вот здесь я просто коричневого взяла ничего страшного так а теперь знаете что мы сделаем мы нарисуем бабочку я очень не знаю где к окну но нарисую я беру пусть будет знаете у нас бабочка ой не копытница а лимонница такая ярко-желтая вот мы ее и нарисуем единственный нюанс что желтый цвет он очень плохо ложится поверх другого цвета и приходится двумя слоями рисовать ну ничего страшного пусть будет желтый там по моему еще какие-то черные точечки были по моему глазки у бабочки но я сейчас не помню как она выглядит помню что она такая ярко-желтая радостная ну пусть будет такая какая есть какой я какой я придумал так было вот эта штука когда высохнет надо будет подрисовать ей усики потому что она сейчас жутко мокрая крылья многие хвосты и давайте что-нибудь еще придумаем например например нашу круженую салфеточку я беру белый и чуть-чуть голубого чуть-чуть чтобы подчеркнуть глубину салфетки видите вот перекрестные четкие такие вот у меня штрихи были я рядом с ними какие-то вот такие пятнышки делаю голубые это голубой цвет он вообще подчеркивает белизну и вот здесь у нас получается что с одной стороны просвечивает вот этот фон коричневый да а с другой стороны голубой цвет он показывает что у нас салфетка белая такой визуальный эффект причем вот здесь можно даже потемнее потемнее сделать побольше потому что у нас тень синие тени можно даже чуть-чуть коричневого добавить прямо вот сюда вот видите у меня жидкая штука получается холодный такой светло-серо-коричневый цвет и вот тут у меня тоже беру коричневый цвет но уже с водичкой и чуть-чуть голубым вот тут по низу подчеркиваю что это у нас салфетка лежит на столе обращаю ваше внимание что это вот жидкая такая вот разведенная краска которая подсохнет и будет именно тень они какой-то яркий такой цвет то есть не будет глаз рвать так что он еще делаем можно опять вот этот вот синий с коричневым цветом смешать голубой с коричневым и вот тут добавить деталек глубину самой корзинки добавить но это же знаете как вот на любителя если хотите прям заморочиться вот опять много в вода пошла с водой опять же вот разбавляя водой чтобы был именно оттенок они яркий насыщенный цвет мы добавляем объема создаем это вот есть такой прием лисировка называется когда несколько слоев в частности это именно тонкие слои краски они вот потом мы потихоньку наращиваем фактуру наращиваем рисунок так засохшая краска вот видите тут коричневый прям делаю совсем коричневый ну и давайте наверное на этом основной а нет не остановимся наша бабочка давайте посмотрим что с ней с одно из другой кусочек салфетки беру и впитываю чтобы она подсохла вот подсохла так дальше я беру сейчас коричневый цвет мне хочется добавить чуть-чуть черного то есть чтобы был более темный цвет коричневый не чисто черный не чисто коричневый более темный опа аха что ж такое вода 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 все хорошо сейчас мы все это исправим наверное водичкой просто водичка видите водичкой справляемся с водой потом вытираю растирая и все будет хорошо высохнет отлично будет коричневый черный вот тут делаю два таких усика и пусть будет немножко вот так вот обведу может не ввести сейчас я прищуриваю глаз в глаза и смотрю как лучше так давайте я признать и лучше просто увеличить размер бабочки и здесь то же самое и усики сейчас вот тетельца бабочки рисуем усики и можно знать когда вот подсохнет бабочка подсохнет можно будет прям подрисовать желтый более насыщенный цвет сделать сейчас мы мы видим эту бабочку но и такая яркая видимая если мы добавим желтого то она будет она впишется более естественно а пока я беру охрус коричневого смешиваю и опять же лисировка с водой добавляю по вот потемнее здесь оттенок в ручку корзинки внизу каждой вот это завитошечки внизу и таким образом мы опять добавляем объема и вот тут добавляю тоже когда подсох немножко синий-голубой цвет становится видно что не хватает еще совсем но потемнее оттенка но не везде добавляю так и теперь бабочка подсохла берем желтый цвет без воды без воды без воды густую краску просто на кисточке вода есть я оставляю сейчас лишнее на салфетке и вот так усиливаю крылышки целая картинка у нас получается картина летняя летняя вот и все можно знаете да ничего в принципе больше уже не надо все хорошо все картина закончена пейзаж закончена посмотрите когда высохнет вот тут можно добавить точечки но не знаю буду не буду добавлять да вот сейчас точечки добавлю черно-коричневых глазков и вот тут очень важно обвести крылышки чтобы получился контур и вот посмотрите поближе все готова наша картина на этом я заканчиваю эфир присылайте свои работы буду рада их видеть